Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем подумать, что можно вам в этой ситуации сделать, что нельзя сделать и какие, вообще-то говоря, у вас перспективы. Значит, вы спрашиваете, может ли у убежденного холостяка искниться отношение к женщине, с которым он общается долго, но на дистанции. Вот здесь вы как бы сразу допускаете одну ключевую ошибку. Вы говорите, что может ли измениться мужчина по отношению к женщине. Но вопрос немножечко в другом, на самом деле. Если мужчина изменится, даже если он изменится, то вопрос. А при его изменениях он останется тем, кто вам понравился изначально? При его изменениях будет ли он тем человеком, который вам, например, когда-то нравился? При его изменениях будет ли он тем, кто для вас привлекательный? Чисто, например, внешне? Или чисто, например, по характеру? Или как-то еще? То есть, иными словами, осознаете ли вы то, каких изменений от человека вы просите? Каких изменений от человека вы, грубо говоря, ожидаете? И что эти изменения в человеке за собой влекут для вас? Это первое. Не будет ли такого, например, если он изменится все-таки, не будет ли такого, что мужчина, например, вас, грубо говоря, вообще перестанет привлекать? Совсем. Вот не будет ли такого в случае, если он поменяет, скажем так, свою позицию? Вот это первый вопрос. Второе. Мужчина, конечно, изменить свое отношение, ну, может. Он может изменить свое отношение. Конечно. Но для этого, для того, чтобы он свое отношение изменил, нужно, чтобы ситуация, которая у него сейчас имеет место быть, перестала его удовлетворять. То есть, иными словами, нужно, чтобы он вышел из своей зоны комфорта. Иными словами, нужно, чтобы он перестал получать удовлетворение от того, как он живет. До тех пор, пока ему нравится то, что происходит в его жизни, до тех пор, пока ситуация его целиком и полностью устраивает, до тех пор, мужчина вряд ли изменит свое отношение к женщине. Потому что, зачем ему это делать, если его все устраивает так, как, ну, так как есть. Ему все нравится, Соответственно, его все устраивает зачем что-либо менять. Для чего? Не для чего. Обратно себя ответственность какую-то, да, и так далее. Это, ну, явно не в интересах мужчины. Это явно. И, соответственно, менять что-то, что-либо он не будет. Именно, вот, если мы с вами говорим, говорим, прям вот, конкретно о том, может ли измениться его поведение, может ли измениться его отношение к вам или нет. Он выбрал для себя определенную модель поведения, он выбрал для себя определенное направление, и оно его целиком и полностью устраивает. Мужчина вряд ли будет менять то, что его полностью удовлетворяет. Это лишено какого-либо практического смысла. А если что-то практического смысла лишено, то человек не будет этого делать, ну, просто-напросто, потому что он же сам себе не враг. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Так что ответ на этот вопрос именно такой. Далее, значит, я хочу сказать вам следующее, что, вообще-то говоря, прекрасно понимаю ситуацию, и, в общем-то, хорошо понимаю вас. Но, понимая вас, я все же должен задать вопрос еще один. А почему вы хотите сблизиться именно с тем, кто не хочет с вами сближаться? Понимаете ли вы тот факт? Понимаете и принимаете ли вы тот факт, что у мужчины другие ориентиры, другие взгляды, другие ценности, другое все. И этот человек, скорее всего, вам не подходит. Так вот, вопрос. Если этот человек вам не подходит, почему вы с ним? Если этот человек вам не подходит, почему вы пытаетесь с ним сблизиться? Почему только с ним, а не с кем-то другим? Постарайтесь, пожалуйста, подумать на эту тему. Постарайтесь, пожалуйста, ответить на этот вопрос, потому что он, этот вопрос, очень важен. Если мы говорим о том, каково ваше поведение и какова его модель. Я этого, наверное, еще коснусь немножечко. Значит, я хочу сблизиться за сей разговор. Он пресекает и так может пропасть на месяц. Я в разгоне, и сына ему 36, он свободен и гордится этим. А вот здесь тоже есть важный момент. Значит, вы затеваете этот разговор, и он пропадает на месяц. Значит, ему неинтересна ответственность. Он не видит чего-то такого, что могла бы дать ему ответственность взамен того, что у него есть сейчас. Ему она, это ответственность просто-напросто не нужна, потому что он ничего от нее не получит, кроме определенных обязанностей, которые ему не хочется выполнять. Вот. И, собственно, реакция мужчины, она совершенно понятна. То, что он не желает брать ответственность за вас. Это его выбор. И вопрос, который у меня, опять же, к вам, это то, значит, принимаете ли вы его выбор. Осознаете ли вы тот факт, что этот выбор его, и что человек имеет на него право, на этот выбор, и понимаете ли вы, что он не изменится, по крайней мере, до тех пор, пока не увидит для себя какие-то вот положительные моменты в том, чтобы брать взятость, не за вас ответственность. Далее. Интересный факт, что вы в разводе, и у вас есть ребенок. Факт интересный, вот почему. Этот мужчина общается с ребенком, с вас? Этот мужчина проявляет к нему, к ребенку, какую-то активность? Или нет? Если он общается только с вами, то ребенок ему не интересен, и, соответственно, ни о каком сближении речь быть не может, ребенку это однозначно только навредит, однозначно это совершенно. Если не общается, то можно, конечно, постараться через серый сынок, как-то с ним близиться, сказать, что вот, сын там по тебе скучает, сын там хочет как-то с тобой проводить больше времени, как-то спрашивает о тебе и так далее, но, скорее всего, мужчину это тоже не зацепит, ну, просто потому что, если бы этот спил, он вроде давно был и с ним, и с вами. Другой момент, что вы в разводе, и развод это травма, и если травму, которую вы получили в результате развода, вы не проработали, то очень может быть, что выбор подобного мужчины и связан с тем, что вы потеряли при разводе, или что вы потеряли уже какое-то время назад. Да, вам, например, мой коллега сказал, что вы вот боитесь мужчину, да, родите мужчину, но боитесь за мужа. Вот. Я вот сейчас найду это. Так, вот, значит, вероятнее всего, письмо, мой коллега, значит, вы решили бессознательную дилемму. Хочу мужчину, но боюсь за мужество, в смысле неудачного брака. Это вот бессознательно, вы действительно можете так себя вести. То есть ваш выбор такого мужчины, он ведь чем-то обусловлен, причем здесь есть даже определенное противоречие, ведь, как мы у тебя с вами сказали, то, что если мужчина изменится, если мужчина станет другим, если он, как бы, ну, пойдет вам навстречу, если он станет, например, вашим мужем, вашей опорой, и вообще обзаведется семьей в контексте вас, то не будет ли это означать, что вы перестанете к этому человеку, если вы консимпации, если вы завидуете ему, вас восхищает то, что он свободно живет, а вы нет. То есть вы ему завидуете, через зависть вы ставите его выше, чем вы. и эта разность в ваших позициях, по вашему мнению, задает необходимые предпосылки для того, чтобы вы им восхищали. Ну, другой вопрос, что это не совсем правильное позиция, но это уже немножечко другой вопрос. Он связан с тем, почему вы семейное положение, семейную роль воспринимаете как тягость. Вы говорите, что вот я там ворюсь в своих проблемах бытовых, вот, и так далее. Но это же ваш сын, и это ваша жизнь. Если вы своего сына любите, если вы хотите, чтобы у него все было хорошо, если вы любите себя, то это не проблема бытовых. Это просто нормальная жизнедеятельность, но вы не удовлетворены, и вопрос в том, в чем вы не удовлетворились, и почему считаете, что именно этот мужчина, этот мужчина должен стать источником удовлетворения ваших желаний. А самое главное, почему вообще кто-то должен быть источником удовлетворения ваших желаний. Вы и сами говорите о том, что он для вас средство для удовлетворения своих потребностей, потому что говорите, что тянет к нему как к магнитам. Он свободен, вы нет. И его аура свободы тянет вас к нему. То есть, чтобы корректировать к нему тянуться, нужно самой быть свободной. Для этого нужно, вообще-то говоря, проанализировать вашу жизнь, отфильтровать все лишнее, все, что вы на себя взваливаете, не нужно, оставить только то, что нужно, и подумать, как бы вам реализоваться еще, помимо той реализации, что вы осуществляете сейчас. Ну, например, реализация как родитель, да, допустим. Вот. Это вот куда возьми. Значит, так. Пустил на золотек, ну, то есть, сняли с себя ответственность. Иногда меня глотит даже вся вещь, что ли, что у него нет никаких обещательств, он прекрасно живет, а я в аритбитовых проблемах тоже не знаю, как справиться с этим, иногда прямо депрессия одолевается. А с чем именно справиться, аноним, вы не знаете. А с тем, что вы завидуете ему, как человек организовал свою деятельность и свою жизнь так, как хочется ему, а вы? Вы этого не сделали, потому что у вас был развод, у вас есть ребенок, и это, безусловно, вас тяготит. Вопрос в том, почему. Сделал ли вас развод более несвободный? Сделал ли вас ребенок более несвободный? Если да, то почему? Именно то, что вы несвободный, именно то, что вы переживаете травму из-за развода, и, возможно, именно из-за того, что вы нуждаете в другом человеке по причине неудовлетворенности своей в чем-то, возможно, поэтому у вас не получился брат. И, возможно, поэтому не получается сейчас отношения. Поэтому, если что-то и нужно менять, то только в себе, как правильно вам сказал мой коллега, другого человека менять не нужно, потому что его все устраивает, и он, вообще-то говоря, живет счастливо, и есть такие единые холостяки, и они имеют травму на чувствование. Вопрос в том, что он и на вам, и почему вы хотите реализовать это именно через этого мужчину. И ваша тяга к нему, это не тяга к нему, это стремление реализовать свои желания. Как только вы замените свою фразу, меня к нему тянет фразой «я чего-то хочу», будет куда проще найти решение этого вашего «хочу». То есть вы, на мой взгляд, здесь просто-напросто немножко такую позицию заняли детскую. Я хочу, и вот этот мужчина должен мне это дать. А почему именно он, может быть, он вам этого дать и не может совсем? Это вот вопрос открытый. Что еще вам хочу сказать? Да? Значит, у вас может быть проблема с самооценкой. Потому что вы говорите, что мужчина, он может ли изменить свое отношение к женщине. Давайте подумаем. Если мужчина изменит отношение к женщине, или если вы хотите, чтобы к вам изменили отношение, значит, что вы допускаете, что вас не принимают такой, какая вы есть сейчас. И либо человек должен меняться для того, чтобы вас принять, либо вы должны меняться, чтобы вас приняли. А право в том, что меняться никто не должен. Но то, что вы в этом ходите, говорит о том, что, опять же, у вас личные мотивы. И о любви вы не говорите. И так далее. И вот вопрос, зачем, зачем вы это делаете? Может быть, здесь проблема действительно в детстве. И вам нужен кто-то рядом. Потому что вы тяготитесь бытовыми проблемами, вы тяготитесь самостоятельности. Может быть, проблема в чем-то еще. Например, в негативном опыте развода. В любом случае нужно разбирать. Что касается депрессии, то у вас не депрессия, у вас скорее депрессивное состояние. Потому что депрессия – это серьезное заболевание, которое лечится врачами. В том числе и медикаментозно. Так что, я не думаю, что у вас депрессия именно. Скорее всего, именно депрессивное состояние. И либо это негативный опыт развода, который нужно проанализировать, дабы скорректировать ваше представление о нем. Либо это все на более раннее, более глубокое ваше отношение к себе и другим. Тоже необходимо корректировать. То есть, как правильно вам сказали коллеги, обратить свое внимание не на человека, которого вы хотите именить, а на себя. Чтобы быть той, чтобы быть такой, с кем хочется быть. И не тратить свое время на мужчину, который вами не интересуется. А если тратить, то он все-таки понимает, зачем, для чего я это делаю. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.